Амазас Бхачатурович Бабаджанян В 1925-м Амазас вступает в Красную армию. Вскоре его назначают командиром взвода 4-го Кавказского пехотного полка, затем роты, а позже и целого батальона. Военная карьера идет в гору, однако учебу молодой человек не бросает, поступает в Академию имени Фрунзе. Боевое крещение он получит в Советско-финской войне, но таланты полководца раскроют уже Великую Отечественную. 1943 год. Освободительные бои на Западной Украине. Амазас Бабаджанян командует несколькими воинскими частями. Он получает задание прорвать оборону противника и захватить город Казатин. Там сосредоточен около 19 вражеских дивизий, почти полмиллиона фашистов. Только что сошедшие с конвейера немецкие танки «Тигр» и «Пантера» готовы к бою. Силы, которыми располагает Бабаджанян, меньше в разы. Полководец решает атаковать позиции противника ночью. Он приказывает включить фары и звуковые сигналы на танках. Подрёв сирен, ослепляя противника ярким светом, части под командованием Бабаджаняна входят в город. Фашисты не сразу понимают, что произошло и просто не успевают дать отпор. Эту гениальную операцию назовут Бабаджаняновским рейдом. Казатин освобождён, но война продолжается. В одном из боёв Амазас Бхачатурович получает ранение. Его ранило в горло, разворотило шею, повредило грудь. И, несмотря на тяжёлое ранение, отец продолжал руководить боем с 9 утра до 17 часов. Уже после боя Бабаджаняна пытаются доставить в госпиталь, но в танк, в котором везут раненого полководца, попадает снаряд. Танк загорелся, весь экипаж погиб. Остался только жив отец и ещё один тяжёлораненый полковник в ногу. Они остались живы. Ну, отец решил, что это конец. Но тут подскочил механик по фамилии Полторак и сумел вытащить обоих раненых по очереди, перетащить свой танк. Танк продвинулся на 3 метра и опять прямое попадание. Загорелся. Полторак сумел ещё раз вытащить обоих раненых и подтащил их к стогу сена и уполз. У отца клынула кровь, пошла из горла, пошла кровь. И он решил, что это конец. Взял свои золотые часы и протянул лежащему рядом солдату. И сказал, на, сынок, возьми на память. А в это время услышал голос. Вам самому пригодятся, товарищ полковник, вы будете жить. Голос механика Полторака. Мазас Пхачатурович запомнит на всю жизнь. Своего спасителя он найдёт после войны. Отблагодарит. Поможет его сыновьям получить высшее образование. Отца отличало удивительное человеколюбие, простота и сердечность. Он очень любил своих подчинённых. Всегда заботился, чтобы они были вовремя накормлены. Так было и во время войны, и до самой смерти. У него было много друзей, самых близких он встретил во время войны. Некоторые из них с фронта так и не вернулись. Был такой случай, даже описывают, как он нашёл продырявленную пулями в шинель своего друга, прижал её к сердцу и шёл с глазами полными слёз. Видели это немногие. Горем Амазас Пхачатурович делиться не привык. Жизнерадостным и энергичным он остался даже в памяти самых близких. Отца очень любили люди, потому что он был необыкновенный человек. Очень большой, с широкой души, с большого сердца. Особенно трепетно полководец относился к своей семье. Но с ней его разделила война. Первый раз вдоволь наглядеться на дочь он сможет только, когда ей будет уже 5 лет. Когда после ранения Бабаджаняна отправят домой, на реабилитацию. После войны в мирное время видеться часто с родными тоже не получается. Уже будучи героем Советского Союза, Бабаджанян поступает в Академию Генштаба Вооружённых Сил СССР. После её окончания служит в Берлине, потом командует Одесским военным округом. С 1969 года он начальник танковых войск. Амазас Пхачатурович уйдёт из жизни 1 ноября 1977-го. За два года до смерти его удостоит звание главного маршала бронетанковых войск. Правнук полководца Лёва часто рассказывает о прадедушке одноклассникам. Другой правнук Савва толком говорить пока не умеет. Зато быстро находит Амазас Пхачатуровича на фотографиях. Глядя на это, Лариса Амазасповна радуется. Отец для неё святое. Она всегда бережно хранила память о нём. А несколько лет назад даже написала книгу. По образованию Лариса Амазасповна филолог, переводчик с английского. Её дочь Юлия – декоратор, создаёт необычные интерьеры. Говорит, занимается этим, чтобы приносить людям радость. Ведь так завещала её дедушка. В одной из своих книг маршал Бабаджанян писал «Радуйтесь солнцу, свежему ветру, любите жизнь, творите добро. В мире нынче мир». Редактор субтитров А.Сёмкин